Привет, друзья! Сегодня у нас шикарнейшая тема видео. Просто сижу, обложившись лучшими книгами на земле. На самом деле, если вы давно следите за каналом, вы могли обратить внимание, что я очень редко снимаю теги. По-моему, это вообще было единожды. Но увидев эти вопросы, я не смогла удержаться, потому что здесь определенно есть о чем поговорить. Тег этот запустила Аня Bookspace, называется он «Каверзные вопросы про любимые книги», и, как вы понимаете, здесь есть что обсудить. Тем более, что я давно ничего вам про любимое не рассказывала. И непосредственно перед тем, как мы перейдем уже к вопросам, я бы хотела сделать небольшую ремарку. Практически на все эти вопросы, за исключением, может быть, парочки, я бы могла ответить «Гарри Поттер». «Гарри Поттер» слишком знаковая книга в моей жизни, и она действительно подходит под многое, о чем здесь пойдет речь. Но мне бы хотелось быть более оригинальной, показать вам большее количество книг, и поэтому здесь «Гарри Поттер», конечно же, будет присутствовать, но не на всех позициях, а вы держите в уме, что практически на каждый вопрос я бы могла так ответить. Ну и давайте непосредственно к вопросам, и первая из них – это книга, которую ты полюбила с первой строчки. Здесь мне сразу в голову пришла, а порой очень грустны, Джеффри Евгенидиса, потому что это книга, которая ей действительно открылась и продалась ей с потрохами. Ну и далее, там долго перечисляется библиотека нашей главной героини. В общем, я была влюблена. На самом деле, эта книга – это университетский роман про учеников, выпускников в 80-х годах колледжа Брауна, и здесь у нас три главных героя, которые будут много дискутировать про литературу, про философию, сталкиваться со сложностями во время обучения и после него. В некотором смысле это любовный треугольник, но всё-таки это не главное в этой книге. И больше всего я, конечно, люблю её первую часть, которая непосредственно к действию, которая непосредственно проходит в университете. В общем, порой очень грустны. Это меланхоличная и осенняя книга, которую мне уже прямо хочется перечитать, несмотря на то, что я делала это не так уже давно. Следующий вопрос – это книга, которую ты полюбила не сразу. И надо отметить, что на некоторые вопросы я буду показывать по две, по три книги, потому что они, в общем-то, равноценны. Это равноценный ответ на этот вопрос, я не могла показать одну и не показать другую. Вот это как раз тот случай, потому что здесь мне в голову пришло сразу два ответа, две книги. Первая из них – это «О, удивительно, но тайная история» Донны Тарт. Когда я читала её в первый раз, я была юна и глупа, и поставила ей тройку, потому что, ну, там до многих моментов докопалось, до которых, которая, скорее, особенность книги, чем её недостаток. И когда я её перечитывала, то, конечно же, моё впечатление было совсем другим. Я гораздо больше увидела всего в этой книге, гораздо больше удовольствия от неё получила, и я смею надеяться, что при третьем, например, перечитывании ещё больше её полюблю, ещё больше открою каких-то символов, потому что «О, великая Донна Тарт» действительно – это та история, в которой можно копаться бесконечно. Мне кажется, она такая очень насыщенная в своей сути. Да, во-первых, это «Донна Тарт», а во-вторых, сейчас будут очень разнополярные произведения, во-вторых, это «Королевская кровь» Ирины Котовой. Да, я, по-моему, тоже упоминала об этом и в первом видео, которое я вообще по «Королевской крови» снимала, что когда я пришла к этому циклу, мне очень долго его там и папа пиарил, и вообще он так вокруг меня бродил. И вот, наконец-то, я добралась до книги, взяла её, прочитала, и такая, ну, норм. Не сказать, что я была прям разочарована, но у меня лежала вторая книга дома, и только, наверное, это заставило меня продолжить знакомство с «Королевской кровью», потому что, ну, какого-то глобального впечатления у меня от неё не было, мне казалось, что всё довольно-таки сумбурно. Ну, и действительно, в первой части, так как это знакомство с огромным миром, здесь очень много всего происходит, и, соответственно, есть, возможно, ощущение того, что, и за счёт того, что автор ещё далеко не всю информацию, естественно, раскрывает, есть вот это ощущение, может быть, излишней, вроде и много всего происходит, а вроде как и где-то простовато, возможно. Но это всё вдребезги разбилось, когда я пришла ко второй части, при перечитывании «Королевской крови», я уже совершенно иное мнение и про первую, в том числе, книгу имела. Поэтому вот в моём сердечке, и вот, знаете, такие случаи, они меня чертовски пугают, потому что иногда я отказываюсь от чтения циклов после того, как познакомилась с первой книгой, и она мне не понравилась. Вот здесь пошло то, что у меня вторая уже часть на руках была, а часто я делаю иначе, я покупаю первую книгу, знакомлюсь с ней, и, в общем-то, дальше не продвигаюсь, если мы с ней, там, не сложились отношения. И я вот думаю, а сколько всего я упустила, возможно, из-за того, что не стала читать продолжение. И из-за этого же я очень часто книги дочитываю до конца, потому что мне всё время хочется быть уверенной, что я не упустила этот шанс, что эта книга действительно не моя, не моё, а вдруг я сделаю ошибку. И потом, как в случае с Королевской кровью, которая для меня огромная отдушина на сердце, которая спасала меня там в какие-то сложные периоды, а я просто не буду знать об этом. Следующий вопрос – это любимые книги, которые перечитываешь постоянно. И здесь я, конечно, не могла пройти мимо Дэвида Копперфилда Чарльза Диккенса, несмотря на то, что я давненько эту книгу не перечитывала, но вы только посмотрите на её состояние. Да, отчасти это связано с тем, что я много кому давала её читать, сейчас я так не делаю, но, тем не менее, это классный показатель конкретно для этого экземпляра, потому что и я её читала миллиард раз, и много людей вокруг меня читала её, и за счёт этой книги в некотором смысле сформировалось моё нынешнее окружение, поэтому я ей очень сильно благодарна этой истории, мальчика-сироты, его перипетии по жизни, его взросления. Я действительно очень давно не возвращалась к этой книге, но её я определённо много раз перечитывала. Вот по следующему томику совершенно не сказать, что это моя любимая книга для перечитывания – это Герман Гесси и его «Игра в бисер», но это потому, что я заменила своё издание. И я вот пыталась найти свою старую, но, наверное, я отнесла её в какую-то старую книгу, потому что оно совсем было прям мягкое и разодранное, и эта книга – такой философский роман, сложный, но который делает мне хорошо. Я заменила издание, ещё ни разу с тех пор не перечитала, но я уверена, что этот момент наступит, потому что в какое-то тяжёлое время, когда мне сложно справляться с какими-то перипетиями, когда ты понимаешь, что вот нужно двигаться куда-то вперёд, а ты вроде как застрял, вот «Игра в бисер» мне круто помогает в этом смысле, потому что здесь рассказывается про историю Йозефа Кнехта, который учится, а потом и преподаёт в специальном месте в Касталии, которая создана для учёных, это такое очень обособленное закрытое место, и мне, следя за его путём, за тем, как он продвигался, как-то становится всегда легче. В общем, люблю «Игру в бисер» очень сильно. И третий роман, который я здесь покажу – это «Витаностро» Марина и Сергея Диченко. Тоже не сказать, чтобы затрёпанный томик, но потому что вот в этом издании я читала только один раз, а вот в «Электронке» какое-то бесчисленное количество, не стану считать. Это у нас, ну, тоже университетский роман, но не совсем классический, я хотела Диченок вообще мало, что из их творчества можно каким-то жанром одним охарактеризовать. И здесь у нас про девушку, которую фактически заставляют учиться в очень странном месте, где всё непонятно, и что это за место, чему там учат, что с этими людьми станет. В общем, потрясающая история, но я думаю, что вы тоже неоднократно про «Витаностро» слышали. Эту книгу либо любят, либо ненавидят. Наверное, третьего не дано. Есть те, кто очень сильно её любит, но пока у меня сложные взаимоотношения с её продолжением. Но об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим. Следующий вопрос. А эту книгу нужно перечитать в ближайшее время. И здесь у меня аж три достаточно внушительных тома. Первый из них — это «Щегол» Донны Тарт. И здесь совершенно другая ситуация, нежели «Стайной истории». Если там я не сразу в книгу влюбилась, то «Щеглом» у нас была прям-таки пронзительная и моментальная влюблённость. И я очень часто думаю об этой книге и думаю о том, насколько мне было уютно её читать, несмотря на все события, которые здесь происходят, и несмотря на то, что в книге содержатся элементы, которые обычно я не люблю. Здесь у нас происходит теракт в Нью-Йоркском музее, в Метрополитене. И маленький мальчик, который пришёл туда с мамой, он в этом теракте маму теряет. И дальше вся его жизнь будет связана с этим трагическим событием, а также с картиной, на которую он смотрел в тот момент в музее. Собственно, это «Щегол». Я не очень люблю моменты криминальные ни в фильмах, ни в книгах, а здесь немножко связанная история с криминалом, но тем не менее, насколько в ней было потрясающе. И поэтому я, с одной стороны, очень хочу вернуться в эти ощущения свои, которые были при прочтении «Щегла», тем более, что уже очень многих подробностей я не помню. С другой стороны, есть небольшой страх, конечно, потому что я всегда такой страх испытываю, когда впервые перечитываю любимую книгу и думаю, а вот случится сейчас или не случится, будет разочарование или нет. Я надеюсь, что с «Щеглом» не будет. Следующая книга, которую я срочно хочу перечитать, это «Некоторые вопросы теории катастроф» Мариши Пессл. И, честно говоря, вот на неё смотрю, мне прямо-таки сейчас хочется её в руки взять, но я такая «Лена, алё, Хэллоуин, давай другие книжки читать», но кто знает, может быть, всё-таки Мариша Пессл перетянет. Кстати, вообще есть какая-то информация по новой книге Мариши Пессл. Я очень хочу от неё что-нибудь получить. До сих пор осадочек, да, от её «Проснить никогда» в груди живёт. Но мы сейчас говорим про некоторые вопросы теории катастроф. Это тоже университетский, ну, точнее, школьный роман. Здесь у нас главная героиня Синь. Она такой ребёнок-гений. И здесь будут многие элементы, на самом деле, Тёмной Академии, потому что здесь тоже у нас будет такая элитная группа лиц, здесь будет таинственное неприятное происшествие в центре которого, с которым, точнее, будет связана Синь, и которая очень глубокую травму в ней оставит. Я помню, насколько эта книга была красиво написана. Это просто какой-то невероятный был язык. И при этом здесь потрясающий сюжет, который в конце ставит такой большой вопрос. Ты думаешь, блин, вот то ли автор сейчас очень гениально поступил, то ли как-то немножко над читателем поиздевался. Мне бы тоже на этот вопрос хотелось бы ответить и, в общем, вернуться к этой истории. Ну и третье, что я хотела бы перечитать, это «Волшебная гора» Томаса Манна. Я так рада, что этот том, наконец-то, у меня на полках, потому что я читала «Волшебную гору» очень давно, ещё в университете, и это было неизгладимое впечатление. Я внесла этот роман в список своих любимых классических произведений. И вот на протяжении всех этих лет во мне периодически вспыхивал ярусный огонь «Волшебную гору» перечитать. А у меня на полках её не было, потому что я, по-моему, то ли в библиотеке её брала в то время, то ли в электронке читала. И мне самое проблемное, что не нравилось ни одно из существующих изданий. Мне нравилось старое, которое уже нигде не найти, но я всё-таки не теряла надежды где-нибудь его раздобыть. Мне всё-таки хотелось, чтобы любимая книга у меня на полках стояла в том издании, которое мне доставляет удовольствие. Но в конечном счёте я сдалась. Я решила, что вот это, наверное, наиболее приятное из тех, которые можно купить. И пускай у меня этот том на полках стоит, если будет что-то лучшее, я найду что-то лучшее. А пока, вот чтобы когда очередной раз это желание во мне вспыхнет, я могла сразу взять и перечитать. Вообще «Волшебная гора» — это такой огромный философский роман про Ганса Касторпа, который приезжает к своему брату в санатории в горах. Ничего мистического в этом произведении нет, несмотря на название. И вот Ганс остаётся там, вот приехав буквально-таки на пару недель, остаётся там на 7 лет. Надеюсь, я не напутала, по-моему, на 7. И что с ним там происходит? Этот роман для многих кажется скучным невероятно, но мне почему-то доставляло дикое удовольствие читать про вот это достаточно монотонное времяпрепровождение Ганса там. Не буду сейчас погружаться во все пучины романа, это надолго, да? Мы тогда никуда не сдвинемся с этого места. Но всё-таки я рада, я так рада. Очень круто, надеюсь, что перечитаю действительно в какое-то ближайшее время. Следующий вопрос — это любимый цикл. И здесь мы опять же держим за скобками Гарри Поттера. Паркалевскую кровь я уже сегодня говорила и принесла здесь, что даже вам ещё не упоминала в видео ранее. Во-первых, это Таня Гротер. Не могла пройти мимо этого цикла, потому что, опять же, очень большое место в моём детстве он занимал. И потом в университетские годы я тоже её перечитывала. И даже, мне кажется, пару лет назад перечитывала, опять же, в какой-то сложный период. На Таню Гротер в какое-то время, когда она только появилась, на неё нагоняли что-то плагиат на Гарри Поттера и всё такое. Но определённая с этим не согласна, потому что если первая часть вот Таня Гротер «Магический контрабас», это можно назвать явной пародией на Гарри Поттера, да и далее какие-то пародийные элементы там будут присутствовать, но всё-таки это совершенно отдельное произведение, совершенно отдельным новым заданным миром. И несмотря на то, что в конце, к финалу Тани Гротера у меня всё-таки есть вопросы, но она какая-то очень уютная, интересная и с очень крутыми решениями авторскими, поэтому этот цикл всё-таки в моём сердечке, и его упомянуть я не могла. Следующее – это Локвуд. Локвуд и компания – это, конечно же, этот цикл примечательен тем, что он не гигантский, да, всего пять книг завершённых, закольцованных, очень правильно сделанных, очень уютных. И несмотря на то, что он подростковый, читать его, по-моему, приятно, может быть, совершенно всем, кто любит какие-то мистические, душевные произведения. А здесь у нас Лондон, в котором появились призраки. Призраки эти видят только подростки до 18 примерно лет, и у них там разные свои свойства есть, более проявляющиеся в плане взаимодействия с этими призраками. И вот одно из таких агентств, которое помогает их устранять, вот здесь, в центре, собственно, про него речи будет. Очень люблю за печеньки, за уют, за крутую историю, за незатянутость. Не знаю, в Локвуде единственное, что плохо – это первая книга. Но в каком смысле плохо? Она немножко… какое-то ощущение в середине своей, у меня, и вот даже при перечитывании я поймала себя на этом, она как будто бы скучноватой становится. А потом, начиная с её конца и далее все книги, это просто вообще безотрывное чтение, в которое хочется нырять с головой. Ну вот в первой части есть какое-то провисание, причём я даже не могу понять, в чём конкретно там дело. Ну и третий цикл, который я не могла здесь не показать, это «Трон знания», это «Кабир». Это очень нетипичный румфант. Вообще, по первым двум книгам сложно здесь румфант заподозрить, потому что романтическая линия здесь очень фоновая. Здесь главный герой Адер, он сын богатейшего правителя. Ну такой сын-раздолбай, которому ничего особо в этой жизни не нужно, кроме развлечений. И вот на очередной его день рождения отец ему говорит, «А теперь, дорогой мой, ты едешь правителем в колонию». Эта колония – это беднейшая страна, но она очень важна для вот этого большого государства. И Адер туда едет, прекрасно понимая, что это ссылка для того, чтобы его научить вообще жизни. И он принципиально решает, что «Я сейчас всем покажу, что я тут не кто-то там, я действительно эту нищую колонию разовью, она станет потрясающей страной». И здесь достаточно подробно показан этот путь, что он делает для того, чтобы выполнить своё вот это обещание самому себе. Дальше, да, мы всё больше и больше погружаемся в романтическую линию, но это очень любопытная по структуре история. Я очень подробно рассказывала про «Трон знаний» в отдельном видео, сейчас не буду, а то я могу долго про эту историю рассказывать. Но да, любимый цикл однозначно. Следующий вопрос – это книжный цикл, в котором ты любишь начало и не любишь конец. И если вы недоумевали, почему в вопросе про любимые циклы я не показала королевского убийцу, потому что вот он. Конечно же, это очевидно, любимый цикл, но конец его – это просто ужас какой-то. Вот моя любовь, и вот моя анти-любовь. Книга, которую я не буду перечитывать никогда, блин, в жизни своей, потому что это было отвратительно. Отвратительно и по моим личным фобиям и сквикам, и в целом, как история героя. Это было жутко. Тоже на это я рассказывала все свои мысли на этот счет в отдельном видео, но насколько великолепное начало, как сильно я люблю первую трилогию из мира элдерлингов. Это сердечко мое. И поэтому, да, мне очень грустно, что в этом пункте именно этот цикл, с другой стороны, он настолько объемный, что можно закончить его чтение на удобном тебе моменте, который тебе нравится. Там есть логичные места, где можно все забыть. И вот я бы очень сильно хотела бы последнюю трилогию стереть. Но хотя бы, ладно, если не всю трилогию, то вот эту часть. Это было чудовищно. И еще один цикл – это трилогия о прошлом земли Люци Синя. Задача трех тел при первом чтении не оставила меня в бурных восторгах, но я была очень довольна этим прочтением. А при перечитывании, так вообще, «Темный лес» я обожаю, а вот «Вечное сияние смерти» я предпочитала бы не читать, а «Становиться на темном лесе». Тем более, что там тоже вполне себе логичная концовка. Но «Вечная жизнь и смерть», несмотря на то, что это такая очень объемная часть, которая имеет значение в разрезе всей трилогии, потому что очень сильно все переворачивает и много новых смыслов приносит. Но мне казалось, что само исполнение, в общем, как-то меня расстроило. И финал меня расстроил, но, допустим, даже при какой-то относительной закономерности этого финала, то, как это было сделано, насколько много здесь скачков временных, насколько здесь никакая главная героиня. В общем, эта книга меня очень сильно раздражала. А вот первые две, конечно, великолепны. Следующий пункт – это история, которую я люблю и ненавижу одновременно. И почему? Очень долго я думала над этим пунктом, потому что, ну, на самом деле сложно. Если я что-то люблю, так люблю. Безраздельно и несмотря ни на что. Но я решила схитрить. И покажу вам здесь 19 минут Джоди Пикклт. Книга про шутинг, книга про процесс судебный после этого ужасного происшествия, про маму этого мальчика, про судью и вообще про людей, вовлечённых в это всё происходящее, про то вообще, как всё к этому пришло. Книга великолепная. С Джоди Пикклт у меня своя отдельная история, но сейчас я опять же на этом не буду заострять внимание. Но 19 минут в своё время поразило меня. Я так долго над ней думала, так много про неё рассуждала, обсуждала с мужем своим. Ну, в общем, с книгой у меня связано огромное количество воспоминаний. Но почему люблю и ненавижу? Исключительно, да, так я сказала, что я схитрю, исключительно из-за темы, потому что тема всё-таки очень болезненная. Джоди Пикклт, она знает, на какие темы давить, и поэтому... У меня вообще с ней лавхейт, на самом деле. Поэтому, наверное, эта книга среди всех других под этот пункт бы подошла лучше всего. Следующий пункт – это книга, которую ты советуешь всем. И здесь я тоже собиралась показать вам три книги, а потом подумала, что вообще-то я собиралась снять такое видео. Ко мне очень часто обращаются, просят посоветовать что-то прочитать, и ты такой начинаешь расспрашивать, а что вам нравится, какие жанры, хотя бы какое-то направление, хоть что-то, какой-то вектор движения, а тебе говорят, ну, вот что-нибудь такое, что понравится, что-то хорошее. И я собиралась снять видео как раз-таки для таких людей, книги, которые подходят всем. Конечно же, мы понимаем, что это все утопия, нет ни единого произведения на этой земле, которое абсолютно всем зайдет, но все-таки это вот такие книги с потенциально большим охватом. Если вам такое видео, кстати, интересно, то пишите в комментариях об этом обязательно, это приблизит его появление. Но вот из этих трех книг я решила выбрать «Корабельные новости» Эннипру. Это очень теплая история про Куола-неудачника, у Куола, у которого в жизни вот реально все вверх дном, все у него не получается, в карьере плохо, в личной жизни плохо, абсолютно тотальная неудача везде. И вот после смерти жены он берет своих дочерей, берет тетку и уезжает на затерянный островок Ньюфаундлер. И там по-новому в этом затерянном месте, рыбачьем острове строит свою жизнь. Как она у него там складывается, через какие моменты он проходит, к чему это приводит. «Корабельные новости» рассказывают. Душевнейшая книга, великолепная, которая излечит вашу раненую душу, поэтому и советую всем, потому что вот это действительно такой подорожник для души. Шикарная вещь. Следующий пункт – это любимое сокровище. Редко о ней говоришь и никому не отдашь, и не поделишься советом, это только твое. На самом деле я не жадная. Практически обо всем, что мне нравится, в 99,9% случаев я вам рассказываю, потому что грех не поделиться хорошей книгой. И поэтому я достаточно долго над этим пунктом размышляла, а потом решила тоже немножко схитрить и вспомнила про цикл, про который я никогда не говорила на канале или почти никогда, прям на 100% подтверждать не буду, потому что он случился со мной задолго до того, как я начала канал вести, и как-то эта книга, этот цикл в тему видео не попадал. Я говорю про «Тайный город» Вадима Панова. Вот у меня в руке «Войны начинают неудачники» – это первая книга цикла, самая у меня зачитанная. И на самом деле этот цикл теоретически мог бы попасть в пункт цикла, где ты любишь начало и не любишь конец, но я его не дочитала, и поэтому формально не могу его туда добавить. «Тайный город» – это про магов, разделённых на группы, которые живут в Москве, в такой тайной Москве, и между ними там какие-то свои разборки происходят. Этот цикл в своё время, я его настолько обожала, это настолько было свежо, интересно, интригующе. В каждую книгу я бросалась, как в омут с головой, несмотря на то, что первые несколько частей я прям совсем люблю. И вот моя любовь, она так ручеёк иссякал, чем дальше я читала. И в конечном счёте, в какой-то момент я уже хотела кричать, «Горшочек не вари», а «Горшочек всё продолжал и продолжал варить». И очень долго, когда я уже бросила цикл, там книги продолжали выходить. И несмотря на то, что у меня дома, наверное, частей 17-16, то их, по-моему, там за 30 в итоге вышло. Но всё-таки, да, всё-таки я люблю, всё-таки это моя прелесть, моё сокровище, книга, с которой цикл, да, с которой я провела немало классных вечеров, особенно в свои первые годы жизни в Петербурге. И я помню, как я приходила каждый раз и ждала как раз-таки новые части, покупала их все по одной, собирала этот цикл. Это было крутое время, и сейчас я с теплом всё-таки вспоминаю его, несмотря на то, что закончилось всё вот довольно трагично в наших с ним отношениях. Следующий пункт – это любимая книга с кучей мелких недостатков, но всё равно любишь. Тоже достаточно долго я размышляла над тем, что здесь вам показать, а потом поняла, что это же очевидно, это противостояние Стивена Кинга, книга, до которой очень легко докопаться при желании. Потому что, несмотря на вот этот её эпичный объём, её развязка достаточно разочаровывающая для многих. И, в общем-то, даже и для меня тоже, наверное, она таковой была, потому что после такого долгого пути хочется какого-то масштабного завершения, а здесь, ну, довольно-таки своеобразный финал. И ты сидишь и думаешь, автор точно так задумывал, или он просто устал писать эту Томину. Но всё-таки, я очень люблю «Противостояние», хотя, опять же, у нас с ней был такой интересный путь, с учётом того, что здесь у нас постапокалиптический мир, где человечество практически вымерло из-за искусственно выведенного вируса гриппа. И здесь в начале всё это довольно-таки подробно описано, и как этот грипп действует, и как люди гибнут. А читала я его в ковид, и это было неприятно. Мне даже пришлось на какое-то время книгу отложить, потому что я прям была под впечатлением, слишком это как-то пересекалось с нашей реальностью. Но дальше, дальше, несмотря на вот то, что здесь герои действуют в мире, где пусто, где никого нет, а может быть, именно из-за этого это чтение превратилось в какое-то невероятно комфортное для меня. Хотя тут много гадостей происходит, но я с огромным интересом следила за происходящим, за тем, как по крупицам начинают этот мир восстанавливать, что там происходит. Здесь шикарные герои, поэтому да, однозначно, противостояние назвать идеальной книгой невозможно, но я все равно ее люблю. Следующий пункт, настолько любишь эту книгу, что у тебя есть два или более ее издания. И вот, наконец-то, час Гарри Поттера настал. Совершенно его не показать в этом видео я, конечно же, не могла, и вот он. Во-первых, у меня, конечно же, классическое Рассменовское издание, ничего от Махаона я не покупаю, несмотря на все красивости, которые они выпускают, потому что я из тех, да, которые терпеть не могут, тот самый перевод. Ну и Минолима, я долго думала, в каком издании красивом собирать Гарри Поттера на английском, становилась на Минолиме, и вот сейчас сижу немножко на панике, потому что непонятно, что с этой серией будет, с учетом того, что Минолима как раз-таки вроде как не будут у нас больше четвертой части иллюстрировать, но как будто бы все-таки вот эта серия продолжится, в общем, ничего не понятно, но все-таки если вот эта красота закончится на третьей книге, будет очень обидно, и мне придется еще какое-то издание для Гарри Поттера искать для того, чтобы все-таки на английском его собрать. Также, также у меня есть история конца, которой нет Михаэля Энде, великолепная книга про страну-фантазию, про мальчика Бастиана, который читает книгу про страну-фантазию и в конечном счете попадает туда внутрь, как я ее любила в детстве, сколько раз я ее перечитывала, и поэтому, конечно же, когда вот эта невероятная красота вышла, я пройти мимо не могла, но это же просто великолепно, и понятно, что вот это издание сложно читать, оно все-таки больше подарочное для того, чтобы ты любовался, поэтому у меня вот есть для чтения и есть для красоты. Ну и третья книга, которая существует у меня в двух экземплярах, как вы видите, я стараюсь не злоупотреблять, это Робин Хобб и Королевский убийца, тоже, соответственно, мимо подобной красоты пройти я не могла, это великолепно, и вот это тот вид подарочного издания, который можно спокойно перечитывать, это легко держать в руках, при этом это объемная книга с красивыми иллюстрациями и вообще вся такая приятная, поэтому, конечно же, это идеально, если бы все остальные части выпустили бы в этом издании, я бы тоже с удовольствием купила и бы в таком случае от классики избавилась, ну а так как пока у нас и скорее всего не будет ничего подобного, да, то просто вот первую трилогию в таком красивом издании у себя храню. Следующий пункт это любимая нехудожественная книга, и здесь мне тоже было чертовски сложно выбрать, но все-таки, если бы мне нужно было дать пальму первенства, это была бы книга Ричарда Фейнмана, вы, конечно, шутите, мистер Фейнман, Ричард Фейнман это известный физик, который получил Нобелевскую премию, который принимал участие в Манхэттенском проекте, и был там один из самых, если не самый, молодой ученый, потрясающий человек. Эта книга, это сборник его мемуаров, истории из его жизни, которая больше все-таки про его отношение к этой жизни, чем про науку, хотя про физику тут тоже достаточно много есть, естественно, это была неотъемлемая часть его жизни, но книгу это совершенно не обязательно читать, обладая какими-то невероятными познаниями физики, они у меня весьма скромные, но это не мешает мне получать от нее удовольствие, хотя понятно, что чем больше ты разбираешься, тем лучше, но это совершенно не важно, потому что здесь важен подход Ричарда Фейнмана в жизни, его взгляды, его историю про поездку в Японию я запомню навсегда, это настолько светлая книга, которая пронизана любовью к жизни и тем, насколько может человек-ученый быть разносторонним, а не только, как многие представляют, сидеть в лаборатории и проводить какие-то опыты или теоретические расчеты, в общем, да, тоже затыкаюсь, иначе долго буду рассказывать про книгу, мы все прочитанном о ней подробнее поговорим, но это прям любовь сердца бесконечная. Еще одна нехудожественная книга, о которой я очень часто говорю на канале, поэтому не могла ее здесь не показать, это Алексей Поляринов и его почти два килограмма слов. Это рецензии на книги здесь и про Пинчана, и про бесконечную шутку Олиса, собственно, именно этой книге название книги Алексея обязано и про Кинга, в общем, здесь про большое количество авторов, и то, как пишет рецензии Алексей, не пишет их никто, это что-то совершенно невообразимое, любую совершенно книгу, которая никак не связана с моими интересами, Алексей Поляринов может продать. Все, про что я у него читаю, мне хочется читать и купить, это такое, такой заряд любви к чтению, такая, так интересно поданная информация, в общем, удивительно, что эта книга у меня такой незачитанно выглядит, хотя я очень часто к ней обращаюсь, и мне все время хочется как-то начать в ней там чёркать, что-то писать, но почему-то, почему-то всё ещё не решилась, но, бог ты мой, я хочу как можно больше подобных книг от Алексея, пожалуйста, я вот готова такими же огромными томами как бесконечная шутка, вот такую хочу книгу рецензии от Алексея Поляринова. И ещё один нонфик, простите, мне очень сложно остановиться, вообще, если вам интересно было бы отдельное видео про любимый нонфик, то вы тоже дайте мне, пожалуйста, знать. Это Лагарея Ника Хорнби, книга с самой ужасной обложкой на земле и с потрясающим содержанием. Вот здесь я разошлась по полной, я её списала всю, целиком, это потрясающая вещь, это сборник статей Ника Хорнби, который он вёл тоже как свой такой читательский дневник. Он рассказывал про книги, которые купил, про книги, которые прочитал, про то, как книги вклиниваются в его жизнь. Здесь настолько читающему человеку много откликается, и когда я её читала, я как будто бы общалась с Ником Хорнби, и там вот мои все эти заметки на полях, это как раз-таки был мой с ним разговор, где я соглашала, ну, чаще соглашалась, чем не соглашалась, писала какие-то свои мысли, своё отношение к тому, о чём он пишет, и вот это тот случай, что когда Ник Хорнби очень часто рассказывает про книги, которые мне неинтересны, и не делает их для меня более интересными, как вот Алексей Поляринов может, но при этом читать про это ужасно увлекательно. То есть, да, я понимаю, я эту книгу не пойду читать, но, да, рассказывай мне, продолжай, пожалуйста, Ник Хорнби, я с удовольствием буду тебя слушать. Обожать. Следующий пункт это книга, которую ты перечитал и полюбил ещё больше. Здесь, без излишних сомнений, это Хоруки Мураками и его трилогия Крысы, хотя фактически здесь четыре произведения, книги три, но произведение четыре. Это слушай песню ветра и пинбол 1973, это фактически повести, затем его знаменитейшая охота на овец и четвёртая часть это Дэнс Дэнс Дэнс. Хоруки Мураками при первом перечтении, при первом прочтении, это вообще моё было знакомство с Мураками, и меня очень поразил он своим текстом, своим слогом, своим атмосфернейшим погружением в повествование, где особо ничего не происходит, но тем не менее ты готов нырнуть туда и находиться бесконечно, наблюдать за этими героями, которые бродят по городу, слушают музыку, готовят еду, и этого достаточно, невероятно, но да, однако всё-таки у меня было мало понимания в том, что происходит, ещё не было понимания творчества Мураками как такового, и первые его книги показались довольно-таки обрывочными, ну, на самом деле они такими и такие и есть, но при перечтении, при перечите я настолько была в восторге вот от этих двух повестей, да и от дохода и от Дэнс-Дэнс-Дэнс, которые многие меньше любят, чем остальные части этого, этой трилогии, я ещё больше прониклась, ещё больше полюбила, это было восхитительное возвращение к творчеству автора, и несмотря на то, что много я у Мураками уже перечитывала, но вот, наверное, эта трилогия наибольшее впечатление у меня произвела. Следующий пункт это перечитала и разлюбила, это единственный вопрос, на который я не буду вам никакой книги показывать, и слава богу, да, потому что разлюбила же в конечном счёте, я читала её два раза в электронке, это Джеймс Дашнер и его «Бегущий в лабиринте». Я помню, насколько большое впечатление эта трилогия на меня произвела. Я настолько была погружена в происходящее, это было так тоже интересно, свежо, автор постоянно менял, всё выворачивал наизнанку, то есть, тебе кажется, что вот так развернутся события, потом оказывается, что ты вообще неправильно смотрел на этот мир, и это постоянно происходило, и я вообще ходила тогда и всем советовала, говорила, «Вау, ты такая книга!» Сюжет, я думаю, многим известен, да, про то, как молодой человек, мальчик, подросток просыпается в неком таинственном месте, окружённом лабиринтом, и непонятно, как они здесь оказались, никто ничего не помнит, надо как-то выживать, им там какие-то продукты доставляют, но что это такое, что это за место, к чему они здесь находятся, очень много вопросов. И вот моё всё вот это восхищение было разрушено на корню, когда я стала перечитывать «Бегущего», я недоумевала, где были мои глаза, когда я читала в первый раз эту книгу, потому что насколько же полуха она написана, ну это прям катастрофа, при том, что сюжет, ну точнее «Видимо», да, сюжет настолько застилал мне разум, что мне было гораздо важнее узнать именно сюжет, на что происходит, нежели вчитываться в то, как это написано. Но это не очень типично для меня, я очень всегда резко реагирую на текст, который мне не нравится вот сам как текст, но представляете, насколько мне было любопытно, если я вообще не обращала внимания на то, на исполнение. И да, в общем, я, по-моему, перечитала первую часть и бросила, и дальше уже разошлась с «Бегущего» в лабиринте, как в море корабли. Следующий пункт это самая свежая прочитанная книга, которая стала любимой. И вот сейчас я вам покажу ту историю, которая действительно могла бы классно подойти под пункт «люблю и ненавижу». Здесь я без проблем обосновала, почему она там оказалась, но все-таки она больше подходит под пункт «самая свежая». Это «Хронология воды» Лидии Юкнавич. Это мемуары автора, который рассказывает про ее детство пловчихи в очень дезинфункциональной семье с папой, очень нехорошим папой, про ее юные годы, где она вырвалась из-под опеки семейной со всеми вытекающими последствиями, к чему это привело, как она собирала свою разрушенную жизнь. Это настолько поразительное произведение. Я с первых строчек была шокирована. Это очень интересная, очень откровенная книга, и многим она, наверное, не придется по душе именно из-за этого. Но я была покорена вот этим, тем, как автор вывернулась наизнанку, как она открылась, как она потрясающе подала все, что с ней происходило. С ней происходило огромное количество травматичных событий, и она рассказывает об этом без прикрас, очень откровенно. Это болезненное повествование. здесь огромное количество триггеров, здесь огромное количество поднятых тем, которые могут задеть и расстроить. Но как это сделано, как это подано, как это написано, я абсолютно была влюблена, хотя это однозначно тяжелое чтение, которое не всем зайдет. Следующий пункт, это самая любимая экранизация. И здесь я уверена, что я чего-то не вспомнила. Я вот прям убеждена на 100%. Но все-таки с экранизациями у меня зачастую бывает то самое в книге было лучше. Но есть одно счастливое исключение, и это Голодные игры, их продолжение Баллада о змеях и певчих птицах. То, как к этим экранизациям подходили, то, как их делали, то, с какой любовью к книгам в этих экранизациях относились, и насколько подробно повторяли сюжет, а если не повторяли, как, например, в Балладе, там какие-то моменты упущены или добавлены, то это скорее идет на пользу тому, что я вижу. И здесь я действительно прям аплодирую, обожаю эти экранизации, и вот не так давно, наверное, я в прочитанном рассказывала об Балладе и говорила о том, какие впечатления у меня были от этого чтения, достаточно разочаровывающе, надо сказать. Но фильм был сделан потрясающе, и вот я знаю, что я вернусь к пересмотру Баллады на экране, а вот буду ли я перечитывать, скорее всего, нет. Да, здесь были какие-то моменты, которых не хватало в экранизации, но все равно, все равно экранизация однозначно лучше. Что касается Голодных игр, то я очень часто возвращаюсь, опять же, мысленно к этой истории, и я очень надеюсь, что когда ее я перечитаю, у меня не будет такого же впечатления, как об Балладе, хотя это чтение меня немножко напрягло тем, что вот сам слог меня немножко расстроил, но мы сейчас говорим про экранизации, и экранизации я обожаю. И напишите, пожалуйста, в комментариях ваши любимые экранизации, мне будет интересно. Опять же, Гарри Поттер у нас за скобками всегда здесь существует. Дальше у нас книга, которую ты не читал, но считаешь, что она станет любимой. Здесь я тоже притащила три, конечно, кто меня остановит. И, во-первых, это Патрик Ротфус и его имя Ветра. Я убеждена, что мне эта история очень сильно понравится, несмотря на то, что сейчас я очень редко читаю фэнтези, немножко скорблю из-за этого. И имя Ветра очень давно у меня на полках лежит, и все указывает на то, что я буду под огромным впечатлением от прочтения. Но, черт возьми, меня останавливает только одно, почему я до сих пор не приступила к чтению. Ну, всем нам известно, что имя Ветра не дописано. И я все время взвешиваю на весах вот это вот «Ты не узнаешь конец истории, вероятно, никогда». И, ну, ты, скорее всего, получишь огромное удовольствие от того, что уже написано. И вот так я нахожусь в этом подвешенном состоянии и пока никогда имени Ветра не доберусь, но надеюсь, что вдруг случится чудо и все-таки мы дождемся финала. Но, конечно, надеяться на это не стоит. Дальше это «Страна коров» Эдриона Джона Пирсона. Несколько раз уже начинала эту книгу читать и возила ее с собой в отпуск, но все, она у меня никак не прочитается и, несмотря на это, я все равно уверена, что она мне понравится. Здесь у нас главного героя отправляют в какое-то захолустье в университет или колледж и он там будет координировать в общем несколько групп тех преподавателей, которые в этом колледже находятся. И мне кажется, что это будет очень задорное, очень забавное, очень яркое произведение. Опять же, университетский роман, который я очень люблю, опять же, затерянное место. В общем, мне кажется, что с этой страной коров мы прям подружимся. Ну и, наконец, Джек Керуак и его «Бродяги Дхармы». Опять же, в дороге Джека Керуака у меня очень-очень сложные взаимоотношения, об этом тоже отдельно рассказывала, но сейчас вот по моему моральному состоянию, потому что мне хочется читать, потому что мне хочется чего-то такого вдохновляющего, и вот «Бродяги Дхармы», они рассказывают про период в жизни Джека Керуака, когда он там не бухал, а медитировал, на горы поднимался, там йога-не-йога, все вот эти вот истории. У меня сейчас очень такое настроение подходящее, и мне кажется, что если с дороги у меня не складывается, то вот с «Бродягами» вероятно у нас всё-таки случится та самая керуаковская любовь. Друзья, вот мы и добрались до конца этого видео. Вообще-то формально здесь у нас есть ещё один вопрос. Нужно взять 16 любимых книг и устроить между ними битву сильнейших. Меня аж не заткнуть, я же разглагольствовала в этом видео на минуты, минуты, наверное, которые превращались в часы, поэтому это уже будет, мне кажется, перебором. Но если вам интересна вот эта самая битва в формате тир-листа, напишите, пожалуйста, в комментариях, я подумаю, что с этим можно сделать. И, конечно, обязательно пишите свои ответы на эти вопросы, будет интересно посравнивать. Я же на этом буду заканчивать. Огромное спасибо, что смотрели и пока-пока!